Практическая психология Бизнес-тренер Лена, здравствуйте Здравствуйте Уже вышла первая наша часть И столько таких интересных отзывов То есть люди говорят, надо же, мы на себя посмотрели Совсем под другим ракурсом Мы себя в чем-то узнали В чем-то даже немного осудили Да, я обратила внимание, что многие стали менять аватарки Себя на страницах После передачи Мои знакомые, которые послушали Я посмотрела, там часть фотографий просто не удалили Аватарки поменяли, все почистили Все, отлично Теперь слушайте внимательно Дальше еще одна порция полезной и увлекательной информации И вот, наверное, мы сейчас с вами, кстати, продолжим Потому что закончили первую часть На том, что означают у нас фотографии Как можно по фотографиям И по аватаркам В общем-то, какой психотип Знать, сложить о человеке Итак, если рассматривать аватарку По ролевому позиционированию То они тоже делятся на несколько типов, да? Да, типов несколько И действительно можно по ним определить И когда я сейчас буду перечислять Вы точно сможете узнавать часть, скажем, своих знакомых Потому что это распространенные типы Они так сгруппированы Первый тип – это аватар ради зависти Так Это когда... Это когда человек хочет показать, что он счастлив, любим, успешен На этой аватарке может быть изображена девушка с огромным букетом роз Вспоминаем такие аватарки, их достаточно много Или отдыхающего у лазурного бассейна Или же на аватарке изображен поцелуй двух улюблённых Ну, то есть полностью показан предел счастья Кто как понимает его Хорошо, а тогда сразу же вопрос Например, поцелуй, как муж меня целует Или я его Чаще всего молодые люди То есть не обязательно твои личные фотографии, да? Да, просто выкладываются Нет, это касается личных фотографий Когда молодая девушка знакомится с молодым человеком У них завязываются отношения И вот там первый, пятый поцелуй Они выкладывают фотографии Причём это сделано с селфи чаще всего Они себя фотографируют селфи Завидуете, да? Наконец-то я встретила принца К этому уже типа можно отнести Вот мы говорили на прошлой передаче Когда человек фотографируется на фоне какой-нибудь дорогой машины Тоже показывает, что он счастлив, что он успешен Ну, просто помним о том, что это маска Человек хочет, чтобы о нём так думали Такая роль Да, такая роль Роль именно успешного И именно, скажем, это автар Именно ради того, чтобы позавидовали другие Хорошо А вот с психологической точки зрения Это про что у человека? Какая-то дефицитарность, да? Ну да, там точно есть дефицитарность И чаще всего, когда самооценка не совсем устойчивая И человек, добившись хоть какого-то где-то там Успеха хоть в чём-то, да, там Пытается сразу показать, что Нет, у меня всё хорошо на самом деле Именно вот выкладывает на аватарку И делает лицом своей страницы в социальных сетях Хорошо Второе Второе есть тип, это аватар-ценность Когда мы можем просто увидеть, что для человека важно Например, изображён маленький ребёнок И чаще всего, конечно же, свой ребёнок выкладывается То есть для меня ценно... Вроде бы там написано, да, там 32 года, да А там какой-то ребёнок Или, например, выкладывается счастливая пожилая пара Дальше, или, например, может быть Выкладывается, ну какая-то мечта Например, там человек мечтает о машине Выкладывает какую-нибудь машину То есть можно просто по аватарке понять, что для человека важнее в этот момент Если у человека нет детей Там, например, у женщины Она выкладывает в качестве аватарки маленького ребёнка Понятно, да, что для неё ценно в этот момент Боли, может быть, даже, да Либо, ну, скорее, точка стремления Всё-таки не боли Боли не выкладывают на страницу Именно стремление И вот это вот мы можем просто понять, что для человека ценно Это очень бывает важно как в психологии, так и при приёме на работу Потому что если там выложена какая-то материальная вещь Например, машина, яхта, да И человеку устраивает То есть ты понимаешь, что он понимает, для чего ему нужны деньги Да, то есть у него есть цель Какая вообще мотивация Да, какая мотивация Если вы берёте молодую девушку на работу, наверное, сейчас я зря это скажу А у неё выложен У неё детей нет, а выложен маленький ребёнок в качестве аватарки Но точно у неё стремление Стать мамой Стать мамой, да Многие работодатели это тоже учитывают В любом случае мы просто понимаем Какая ценность для человека существует в данный момент времени А вот знаете, бывает такое Аватарка настроения У меня сегодня такое настроение И я вот решила взять и выложить Например, готическое фото Да, легко Чаще всего аватарное строение показывает настроение, в котором пребывает хозяин этой страницы В данный момент времени Это чаще всего выкладывают какие-нибудь картины Это может быть готика Это могут быть чёрно-белые фотографии Изображён дождь, зонт Или, например, где-то лазурный берег Или просто солнце Как будто пьёшь кофе Да, или солнце, или чашка чая Горячего, травяного чая Да, почему бы и нет И сразу становится понятно, в каком настроении человек пребывает То есть он делает именно, скажем, лицо своей страницы Показывает настроение на лице своей страницы Соответственно, такие Аватарки достаточно часто меняются Если человек хороший настроение, он их меняет Если человек находится в состоянии депрессии Он может повесить там одну котическую какую-нибудь картину Я видела там у одной своей знакомой Картина там, но достаточно жуткая Девушка, которая там чуть ли не бьётся в истерике Она изображена на этой картине И достаточно длительное время пребывала у неё эта картина В качестве Аватарки То есть можно просто понять, что человек находится в состоянии уныния Даже депрессии И даже, скорее всего, какого-то отчаяния То есть по таким... А вот если, например, человек для себя как игра Вот какое у меня сегодня настроение Я вот каждый день меняю Аватарку Может быть такое, да? Конечно, может быть Но это про что для нас? Если человек меняет часто очень Аватарку Это человек, во-первых, нестабилен Скажем так, да Очень привязан к эмоциям, да? Он вообще идёт на поводу эмоций Он находится постоянно под настроением Причём настроение может меняться в течение дня несколько раз И если говорить... Мы говорили в прошлый раз про работодателей Необходимо на это обращать внимание Что человек не будет стабильным Он не будет усечивым Он очень экстравертирован Он очень эмоционален Это человек душа компании Его можно брать, если вы хотите сплотить коллектив Но точно не для того, чтобы он сидел и что-то делал Очень актуально и так далее Потому что он находится просто на волне эмоций Это, кстати, очень часто люди творческие Которые любят творить что-то там Какие-то вести передачи Становятся ведущими Это вот как раз про этих людей Что-то я не замечала, да? Что я меняю прямо аватарки так часто Ну, да, почему-то я на себя прямо сейчас их примерила, да? Про что это? Я не буду сейчас комментировать Я мелодоведущая, которая ведёт большие какие-то организационные мероприятия А, ведущие Да, я веду ведущих больших А я-то прямо здесь и сейчас нахожусь Я думаю, да, наверное, надо было мне тоже менять как можно чаще Не нужно, то есть нужно оставаться всё-таки с собой Стабильнее Конечно Вспомним просто, что, Надежда, вы психолог А психологи, они больше интровертированы, чем экстравертированы Это правда Про того ли психолога речь Хорошо Ещё какие есть типы аватаров? Есть аватар-визитная карточка Это, как правило, профессиональная фотография Где человек либо в полный рост Ну, чаще в полный рост, чем там только голова Это люди, которые заботятся о своей репутации Подходят очень серьёзно к своей профессиональной деятельности И они понимают, что их страница – это их лицо У них будут соответствующие посты, репосты То есть человек такой профессионал, деловой человек Если, например, рассматривать своего партнёра И когда вы видите, что у партнёра вот такие фотографии Значит, он относится очень ответственно к своей деятельности И к партнёрским взаимоотношениям в том числе Ему важно сохранять своё лицо даже на своей странице в соцсетях Есть ещё статусные аватары Это особенно, когда там человек в каком-нибудь очень модном тренде находится Либо обработан в фотошопе Очень качественно обработан Статусность – это состояние дорого выглядеть Да, да То есть человек подчёркивает своё отношение к особому социальному статусу Кругу и показывает, что он к нему принадлежит К этому вот кругу Им нужен, ну, эта вот страница для них нужна как пропуск Вот в определённый круг людей Чтобы вот быть принятым, чувствовать себя там своим И, ну, практически, да, подчёркивает – я свой И чаще всего они страницу используют для общения именно с себе подобными То есть вот если такая статусная аватарка Избранный круг Испранный круг, да, это точно Хорошо, Лена, тогда вот сейчас мы уже с вами знаем про фотографии, про аватарки Как же должна выглядеть идеальная аватарка для такого современного человека Который хочет показать, что он открыт миру, что он любит этот мир Да, и он является специалистом там в той или иной области Ну, вот я сейчас буду говорить как психотерапевт Вообще желательно выкладывать то, что есть на самом деле Потому что любая маска – это уже говорит о том, что есть какая-то дефицитарность Если человек надевает маску, то есть вот он на самом деле замкнутый А будет показать, как он любит мир Ну, это будет неправда Это будет маска, и человек сам будет чувствовать себя дискомфортно От того, что он на странице один А при общении, при встрече с человеком показывает совершенно себя другим человеком Он скорее будет даже избегать потом вообще живых встреч с людьми Он будет общаться только через соцсеть Соответственно, это должна быть просто правдивая фотография Я приверженец именно своих истинных фотографий Кому-то мы вот в прошлый раз говорили Достаточно свободно, может, в бытовых условиях сфотографироваться И чувствовать себя абсолютно независимо в этом плане Для кого-то важна действительно постановочная фотография Здесь самое главное – продумать, что ты хочешь показать этой фотографии Что ты хочешь продемонстрировать Потому что если ты… Что ты хочешь себе рассказать Да, если ты фотографируешься полуобнажённым Вот мы про девушек говорили, да А пытаешься всем рассказать Ну так-то я очень хороший финансист Но твоя соцсеть об этом не рассказывает Она рассказывает о том, что ты вообще хочешь замуж Да, и что у тебя очень красиво, например, тело И что у тебя красивое тело, как вариант То есть что ты хочешь рассказать Если ты хочешь рассказать, что у тебя красивое тело Рассказывай о том, что у тебя красивое тело Просто ты помни о том И вспоминай свою профессию Да, просто тогда, да, не делай акцент на своих профессиональных качествах Да, на этой странице То есть с какой целью эту страницу ты открыла вообще, собственно говоря Многие открывают свои социальные вот эти вот страницы, социальных сетей, чтобы, например, раскрутить свой какой-то бренд, себя как бренд, показать свои какие-то профессиональные качества. Тогда и фотография должна быть соответствующая. Ну, потому что ни для кого не секрет, да, что сейчас уже через социальные сети действительно можно продвигать и свой бизнес, да, и какие-то идеи, которые, например, там ты разделяешь, да? Да, так и есть, и поэтому необходимо просто продумывать. Тем более, что мы сейчас говорили про аватар. А аватар – это всё-таки лицо страницы. Она должна соответствовать тому, что ты хочешь рассказать этому миру, что ты транслируешь о себе. А ещё мне очень нравится шутка о том, что когда ты выкладываешь свои фотографии в социальные сети, ты думай, эти фотографии рано или поздно увидят дети, да, которые, может, сейчас пока ещё маленькие, но они потом вырастут и скажут, мама или там, о, папа, ну, ты зажигал, да? Всё-таки нужно, наверное, с этим акцентом тоже, да? Ну, если люди, которые очень ориентированы на своих детей, то тогда, конечно. Ага. А если не ориентированы? Ну, если человеку важно раскручивать свой бренд, есть же, например, такая категория, как артисты, певцы, им важно показать себя с этой стороны. Я не думаю, что они делают это с оглядкой на своих детей. Они делают это с оглядкой всё-таки на своих поклонников, на своих фанатов. Что востребовано, да? Да, конечно, что они хотят себя показать, вот, создаётся же определённый бренд, и они этот бренд просто продвигают. Причём в семейной, в личной жизни они могут быть совсем другими при этом, да? То есть для них страница – это как афиша, витрина. Если продаётся, это здорово, да? Отлично. Ну вот мы поговорили про фотографии, про аватар. Что ещё, какую ещё информацию вы собираете, на что обращаете внимание? Ну, конечно же, мы обязательно всё это обобщаем, всё собираем, дополнительно делаем анализ. То есть нельзя по одной картинке, да, как бы сказать, что вот у этого человека… Нет, конечно же, нет. Только по одной картинке, только по одним статусам, по постам, репостам. Нет, конечно же. То есть общая информация, которая там в том числе пишется самим владельцам страницы, обязательно тоже обрабатывается. Такие, например, моменты, как хобби, интересы. Если человек позиционирует себя, что он там любит заниматься спортом, а ты заходишь и смотришь его группы, а все его группы там связаны, например, с кулинарией, к примеру. Я сейчас, конечно, утрирую, да? Здорово. Да, но ты просто понимаешь, что это вот была как раз маска. Потому что он больше интересуется именно булочками, например, кулинарными какими-то этими изысками. Поэтому это важно очень отслеживать, этот момент, потому что зайдя, на какие группы подписан владелец, вообще очень много интересного можно узнать, дополнительной информации можно много узнать. Согласна с вами, но вот, например, когда я готовилась к своей программе, да, вот к этой, я понимала, что я… меня, например, приглашают в какую-то группу, да, но я понимаю, что я тоже людей приглашаю, да, и я как бы в ответ, ну, там, да, я посмотрела, господи, и мужская эта мода, которая мне, в принципе, да, не очень так меня интересует, и автомобили, и там еще что-то еще. У меня огромный список этих групп, ну, потому что я просто отвечаю взаимностью, да. Хорошо, ребята, вы в моей группе, я приглашаю вас. Ну, это только говорит… Надежда, это говорит только о том, что вы просто очень открытый человек. И, ну, я могу предположить, что не всегда можете сказать нет. Или не хочу говорить. Да, да, я не хочу говорить, то есть человек для меня интересен, не буду ему говорить нет. Пусть будет. Да, если групп очень много, и они абсолютно все разные, нет какой-то вот… Нельзя выделить какую-то определенную, да, наклонность, можно сказать, склонность человека там в хобби, тогда это можно сказать только о том, что человек открыт и просто с готовностью… Толерантен ко всему происходящему. Да, толерантен ко всему, и, скорее всего, тут еще обратная связь, потому что он ждет, что и ему потом отвечать будут взаимностью, да, вот такой человек, который… А ты умеешь дружить? Умею, тогда будем дружить по правилам. Да, мы будем дружить, да, и, скорее всего, и друзей тоже много, да, которые чем-то интересуются. Ну, если же это не тот вариант, про который мы говорили… И бывают другие варианты. Например, человек пишет в резюме, представляет себя, что я семьянин, очень люблю семью, у меня там, например, трое детей, заходишь к нему на страницу соцсети, открываешь группы, а там у него, например, групп 15 о знакомствах и каких-нибудь там клубничках, да. Соответственно, ты понимаешь, что человек лукавил, и, скорее всего, для него семья не является ценностью. Даже если он выложил в качестве аватар фотографию с семьёй, а группы у него вот в основном такие, то есть он продемонстрировал какую-то свою, да, вот, тем более сейчас передачу послушали, я же говорила, многие начали менять. Ребят, тогда удаляйте группы. Если вы меняете фотографии аватарки, тогда зайдите в свои группы, посмотрите, что рассказывает группа о вас. Можно много действительно чего узнать, и в том числе можно узнать о хобби. Если человек говорит, я очень много люблю путешествовать, там, я там заядлый путешественник, а заходишь к нему в группу, а группа у него там, например, одна только злой кировчанин, ну, сомнения, правда, вызывает. То есть точно ли человек любит путешествовать, точно ли для него это важный момент. Скорее он интроверт и любит читать там чужие какие-то злые вот эти высказания. Или сам любит их писать. Почему бы и нет, да. А вот смотрите, когда мы хобби интересы смотрим, мы можем также, если, например, это открытый доступ, я, например, с удовольствием посещаю раздел музыка, видео, потому что мне кажется, вот там же тоже, например, ты ходишь, там, о, понравилось, там, да, или, например, я готовлюсь к каким-то там группам, к каким-то тренингам, да, я себе на страничке там забираю те материалы, которые откликнулись, которые мне интересны, которые я потом буду использовать, да. Это ведь тоже рассказы, такие яркие мазки, да, для вашего психопортрета. Да, да, это в обязательном порядке. И вообще, чем больше групп на разные темы, тем, ты просто понимаешь, тем разностороннее человек, то есть ему интересно всё. Ему интересна и музыка, и живопись, и там, на какие-нибудь там библиотеки подписаны, тоже сколько раз встречала такие моменты. То есть человек берёт от жизни всё и берёт много информации. То есть он использует её, значит, да? Он всё время занимается саморазвитием. Это один из показателей. Как работодатели можем уже, да, видя всё это, сказать, что, ну, значит, человек, наверное, легко обучаем, да, какие-то вот такие выводы, да? Да, конечно. А если ты заходишь к взрослому мужчине, который позиционирует себя очень брутальным, а у него в группе одни мультфильмы, ну, тут два варианта. Либо он на группе очень любит своего ребёнка и показывает таким образом мультфильмы, то есть мы этот момент можем узнать, да, либо он действительно не настолько брутален, насколько как себя позиционирует, да, просматривая только одни мультики. Или какая-то есть доля инфантильности, да? Ну, возможно, да. То есть почему-то ведь у меня мультики до сих пор восхищают. Причём множество групп. Да, 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 да. Затем мы смотрим, действительно ли выложена личная информация, потому что иногда читаешь, а информация не о тебе. Например, возраст. Может, замечали, там, девушка молодая, указан 91 год, к примеру, там, да? Либо живёт в Кирове, а указан какой-нибудь там Нью-Джерси. То есть человек чего-то стыдится. То есть что-то пытается скрыть, какую-то информацию, и пытается, ну, преподнести это вот с такой позиции, что, ну, понятно же, что это не так, но вы всё равно правду не узнаете обо мне. Вот. Поэтому на это тоже необходимо обращать внимание. Это говорит об открытости или закрытости человека, вот, говорить именно об какой-то, ну, личной информации. Ну, вот часто бывает такое, например, там, да, я просто знаю, что, например, там, непонятный аватар, ну, там, цветочек, к примеру, там, да, действительно другой город, там, указан возраст, да, но мы понимаем, что под этой страничкой есть реальный человек, но он работает, например, там, в структуре какой-то. Ну, это другая история. Это другая история. Да, это другая история. Мы не будем говорить, почему эти люди так делают. Я сейчас говорю именно про человека, которому скрывать особо не обязательно какую-то информацию о себе. То есть можно было бы написать, там, да, что 35 лет. Ну, а он, в любом случае, это скрывает. Можно вообще возраст не указывать, да, соцсети, они предполагают такой момент, что можно вообще не указывать возраст, но в любом случае человек зачем-то подчёркивает, зачем-то он искажает информацию о себе. Это точно связано с тем, что человек чего-то остерегается, чего-то боится и не хочет раскрываться полностью. То есть достаточно высокий уровень уязвимости у этого человека. Дальше мы можем смотреть обязательно на образование, но образование, оно больше смотрится для, опять же, для HR-сотрудников, для сотрудников управления персоналом, смотрят именно уровень IQ, уровень образования, там, сколько вузов, насколько человек готов об этом говорить и вообще, насколько готов говорить, вообще про образование. Это как раз показывает, что человек либо гордится тем, что он имеет, либо, опять же, пытается скрыть по какой-то причине. Или для него это так незначимо. Или для него это, да. Закончил я там этот институт еле-еле там, да, или какое-то так. Да, или незначимо, то есть, ну, тоже обращаем внимание. Ну, и какое место в его мире занимает работа. Так. А как это мы можем определить? Там на стене, когда читаем информацию, там всегда можно примерно определить. Там, во-первых, указывается должность, да, кем ты работаешь. Раздел, да? Раздел есть, да. Если ты хочешь его, то ты можешь запомнить, да? Да, ты можешь его открыть. Если человек гордится своей работой, он это указывает. И на стене можно увидеть просто, какую информацию он чаще всего выкладывает о себе. Иногда открываешь страницу и просто действительно не можешь понять, чем человек занимается в профессиональной деятельности. Но тут тоже учитываем, да, с какой целью человек открывал эту страницу. Да, он вообще не специалист, как бы, да, считает, что я тут как-то... Нет, он, может быть, и считает себя специалистом, но открыл для того, чтобы просто дружить, как вариант. Ну, тут просто, например, знакомиться, да, общаться. Ну, в любом случае мы это учитываем, потому что это тоже важный момент, насколько человек готов открыто говорить о своих профессиональных качествах. Ну, и чувство юмора. И тоже ценно ли это для него, да? Потому что если для меня, как вы правильно сказали, ценно, так я читаешь и понимаю, что там, да, психолог, психотерапевт, да, ну, там, учитель, да, или там кто-то ещё. Хотя я знаю многих людей известных, которые пытаются эту информацию убрать для того, чтобы убрать лишних подписчиков, которые ищут себе просто известных людей и всё, и хотят говорить только об этом. Ну, мы-то сейчас говорим с точки зрения работодателя. Да-да-да. То есть непроизвестных людей, да, которые там ищут специалистов на определённой должности. А можно ли определить, глядя на страничку, есть у человека чувство юмора или нет? Да, конечно. Там смотреть статусы, смотреть посты, репосты, то, о чём пишет человек, как он к этому сам относится, своё отношение, сколько он смайликов при этом использует. И чем выше уровень чувства юмора, тем, соответственно, человек легче в общении, тем он более бодкоммуникабелен. То есть человек открыт, он готов, иногда можно даже увидеть самоиронию, определённую самоиронию. И это всё говорит именно даже об уровне IQ. А вот если, знаете, такой юмор бывает, ну, такой чёрный, да, и вот ты смотришь, там, один репост, второй, третий, прямо из определённых групп, да, это вот с точки зрения психологии про что для нас? Я вот прямо вижу. Ну, чёрный юмор – это сарказм. И чаще всего чёрный юмор идёт в адрес окружающих людей. И там это идёт как раз сокрытие каких-то, ну, негативного какого-то отношения к жизни. Человек пытается хоть как-то замаскировать тем, что, да, ну, я пошутил. То есть, я надеюсь, вы поняли. Ну, надеюсь, поняли. Но это точно человек, который склонен к критике. Который будет конфликтным, да, скорее всего, да? Не обязательно он будет конфликтным. Но если вам нужен хороший критик-коллектив, который будет анализировать не с точки зрения «всё хорошо, мне всё нравится», да, такой китайский болванчик совсем согласен, а человек, который будет смотреть и говорить, вот здесь вот это не так, должно быть по-другому. То есть, если вам нужен такой, знаете, всё время такой противовес в коллективе, который будет высказывать иную точку зрения, нежели руководство даже, да, тогда можно делать акцент на таких людей, потому что это важный момент. И такие люди, они вносят, ну, своеобразный конструктив. Соответственно, ну, насколько чёрный, опять же, да, потому что бывает чёрный пошлый юмор, да, и для меня это уже говорит, скорее, о его не очень высоком IQ, если там много пошлости какой-то идёт. Мы говорим про чёрный юмор, когда человек хотел сказать правду, но сказал так, шутя эту правду. При этом не побоялся, что... Все прочитают. Да, при всём приятном, да. Ну, и, наверное, у нас ещё есть время, да, мы можем проговорить про то, что когда всё полностью мы с вами проанализировали, да, есть какие-то уже какая-то типизация или как это... Ну, в общем, разделить на типы. На типы, да. Да, разделить на типы и выявить для себя, я бы даже сказала так, слабые черты характера, потому что у каждого человека есть такая слабина, и мы понимаем, мы готовы брать, например, или сотрудничать с таким человеком, да, мы готовы его брать на работу именно с такими слабыми чертами характера или нет, потому что это тоже важный момент. И таких типов несколько. Первый тип, который можно вообще в целом выделить, это тип скрытый. Ну, вот мы с вами в прошлой передаче об этом уже говорили. Закрытый профиль, к нему попасть сложно. Минимум информации о себе, в аккаунте всего пара фотографий, несколько там постов выложено, там полуторагодовалой давности. Но тем не менее человек приходит, как бы мы видим, что он посещает. Мы видим, что он там бывает, да. Такой типичный интроверт. Когда, например, завёл страницу, например, в Фейсбуке, да, этим я ограничился. Просто завёл, кого знает, пригласил в друзья, и всё, и туда вообще не заходит. Или заходит, но ничего там вообще абсолютно не делает. Не делает. Вот. Это мы можем предположить, что он интроверт, что он скрытный. И самый такой мрачный прогноз, что человек находится в состоянии депрессии, у него какая-то идёт кризисная ситуация серьёзная, он находится в какой-то критической точке. Но это уже для психотерапевтов. Я просто даже обращала внимание иногда, ну, часть своих клиентов, когда вижу, что активно-активно вёл страницу раз и замкнулся. Что-то произошло. Что-то произошло. И иногда даже таким пишу, что всё ли хорошо, всё ли в порядке, потому что понимаю, что человек, например, склонен к депрессиям. И для меня это такой всегда бывает... Звоночек. Звоночек, да. Что стоит обратить на это внимание. Следующий тип называется, не знаю, как правильно поставить это арене, делящийся, делящийся, но который делится. Который отдаёт. Да, который отдаёт. Давайте отдающий назовём. Отдающий. Щедро. Щедро отдающий. Значит, чаще всего его аккаунт полностью будет... Ну, прямо будет очень много у него на странице различных рецептов, каких-то новостей, каких-то мотивирующих картинок. То есть такое ощущение, что он пытается угодить всеми сразу. То есть вот сегодня я и в кулинарии интересуюсь, да, и в политике. И причём не просто интересуюсь, где-то себе забрал, да, а я сразу-то выкладываю у себя на странице, да. Такая сборная солянка там всего получается. И человек такой живёт по принципу копирки. То есть он копирует всё. Копирует всё и делится это со всеми. А, забираете, не жалко. Да, забираете, не жалко. Я тут тоже где-то прибрал. Да, у меня множество идей, множество различных каких-то там интересов. А почему вот это является слабой чертой характера? Ну, чаще всего, то есть у него не выделена своя черта. Ага, то есть такая неразборчивость, да? Неразборчивость, то есть нет какого-то определённого интереса, на что бы человек делал акцент. И он в работе так же будет. То есть я такая вроде как личность, да? Да, да. Ну, прямо такая вся такая из пазликов сложная. Такая сильно разносторонняя. Такая очень сильно. То есть человек называется в поиске себя. Вот такой человек, он себя ищет. Это свойственно для какого возраста, например? Ну, это, конечно же, подростковый возраст. Конечно, подростковый возраст, когда пробует одно, другое, третье, да? А вот когда ты смотришь, что там у человека указано уже 45 лет, а он по-прежнему вот так находится в поиске себя. Ну, это как кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста. Человек тоже начинает находиться в поисках себя. Просто для работодателя это будет говорить о том, что он может легко сказать, нет, это не мое уйти с этой работы. Причём не чувствует себя особо виноватым. Нет, он же в поиске. Он же для себя это ищет. И не важно, что я проект вам запорол. Не важно, что я его не довёл до конца. Так вот, скажем. Да, я вам подкинул кучу идей, я их там никак не реализовала, но я же вам их подкинул. Я не хочу так прямо сильно критиковать таких людей. Они действительно находятся в поиске. И здесь... Только нужно пожелать, дай бог, чтобы нашёл себя. Чтобы нашёл себя. Да, вот таким образом. И поэтому мы всегда очень много уделяем внимания, вот когда видим такую страницу, на аватар. Что же он там... Даже иногда спрашиваем, что вы хотели рассказать? Какая ценность? Да, что вы хотели этим рассказать? Нередко такие люди выкладывают, например, только своих внуков. К примеру. Или только своих детей. И получается, что ценность-то в основном? Это моя семья. А всё остальное я просто себе ищу пока. Вот. Есть ещё тип, называется Дольчевита. Красиво звучит, но что там слабо? Ну, например, вы видите фотографию, что человек находится там на Мальдивских островах, к примеру, там. И постоянно меняют кадры. То есть он сегодня на Мальдивских островах, завтра он в Великобритании, послезавтра он ещё там на каком-нибудь там... Ну, видно, что какой-то там очень экзотический пейзаж. Сдаётся только позавидовать. Вот тут... Да, тут как раз не нужно спешить завидовать, потому что это не всегда Вита и не всегда Дольче. Дольче. Да, и неправда Дольче, потому что это может быть не заядлый какой-то путешественник, а наоборот одинокий человек, который боится обнаружить перед другими свою печаль. И для того, чтобы вот никто не заметил, что он находит в состоянии печали, он начинает очень часто менять фотографии с разными видами. Причём это могут быть фотографии, знаете, пятилетней давности. Да, десятилетней давности. О, красивая фотография, я там на побережье Испанском, дай-ка я выложу. И таким образом он, пытаясь скрыть свою печаль, какое-то одиночество, пытается кричать, что смотрите, какая у меня интересная и разнообразная жизнь на самом деле. На этих фотографиях есть одна особенность. На этих всех фотографиях он один. Он один, и это просто разные пейзажи и разные виды. То есть получается, да, я бегу от одиночества? Я пытаюсь не убежать, а скрыть этот момент. На самом деле я нахожусь в этом состоянии. Я на самом деле это испытываю. Но это, конечно же, касается, когда человек очень часто меняет эти фотографии, и он везде один, и везде просто разные виды. Это вот как раз... Ну, я видела такие, особенно там в Инстаграме, очень часто выкладывают такие фотографии. И можно просто предположить, что там на самом деле душевное состояние, это не очень устойчивое. И если работодатель берёт такого человека, он должен понимать, что там эмоциональный уровень будет нестабилен. Нестабилен. Да, человек может быть даже склонен к вспышкам каких-то там проявлений. Это же агрессия, злости или самобичевание. То есть тут тоже необходимо это учитывать. Ну, потому что вот так, да, неожиданно. Вроде такое название Дольчевита, да? Дольчевит. А вот тебе, пожалуйста, на то. Тип откровенный. По статусам такого пользователя можно проследить, как меняется его настроение. Он практически по минутам и подробно описывает, что с ним происходит. И когда читаешь его там как посты, то он озадачен, то он в приподнятом настроении, то он счастлив, то у него глаза горят, то меня предали все друзья. Ну, то есть вот там буквально вообще можно отследить это все моменты. Там можно отследить даже какие-то интимные вещи у таких людей. Почему здесь эта слабая сторона? Потому что человек боится быть отвергнутый социумом, и поэтому он сразу об этом заявляет. И старается всем понравиться, и поэтому видите, какой я открытый и откровенный. То есть получается, что как будто бы человек, если он не пишет ничего, то он не живет, да? Правильно я понимаю? Для него это, когда он это пишет, видите, какой я откровенный, какой я честный с вами, да? Это как раз такой вызов, и я хочу, чтобы вы со мной были такими же честными и откровенными. То есть практически, ну вот можно сказать, если к источке зрения психологии, что этот человек когда-то был отвергнутый социумом. Однажды. Однажды. И он таким образом компенсирует эти вещи. Почему слабая сторона? Потому что человек абсолютно идет на эмоциях. Он пойдет не на разумных каких-то моментах, он не будет говорить, так, все спокойно, ну да, мне сейчас не очень нравится, но мы сейчас подумаем, как делать по-другому. Эмоции, не он управляет эмоциями, этот человек управляет им, вернее, им управляет эмоции. И, соответственно, беря такого человека на работу, просто нужно помнить, что человек очень эмоциональный. Вот если говорить про творческих людей, пусть они там творят. Вот они отличные, кстати, любые там творческие люди, сейчас говорю про артистов, про театральных деятелей. Это качество им помогает быть теми великими, какими они стали. Следующий тип – это сексуальность, мое второе имя. Ну, там неважно, кто мужчина или женщина, этот человек показывает свое тело. Он любит свое тело и знает, как его показать. Когда начинаешь рассматривать его страницу, там вся страница, где он в полуобнаженном виде, ну, вот мы, кстати, говорили с вами про это, всегда его сексуальность – это стопроцентное попадание. Ну, действительно, тело красивое, сделанное. Недавно я прочитала такой статус, не статус, а посту одного молодого человека, который вот так любит себя выкладывать. Он написал, да, мы, спортсмены, любим показывать свое тело, чем раздражаем окружающих. Ну, интересно очень написано. И, соответственно, человек этот следит, сколько лайков собрали его фотографии. Он ждет прямо эти лайки, ну, дайте вот плюсы свои, да, в сторону своих фотографий. И если говорить с точки зрения психологии, ну, пусть не обижаются на меня те, кто любит своим заниматься телом. Я очень уважаю этих людей, которые занимаются своим телом. Это огромный труд. Но первоначально под этим скрывается низкая самооценка и отсутствие веры в себя на самом деле. То есть человек не знает, как себя реализовать и делает акцент на тело. Это, к сожалению, правда. Опять же, давайте отметим профессиональных спортсменов и профессиональных моделей. Помните, мы с вами говорили, да? Это люди, которые, ну, это уже их профессия. То есть вот если я всю жизнь мечтаю о красивом теле, но никак не могу к этому прийти, то я должна сейчас успокоиться, да, по этому поводу? Ну, я бы сказала, успокаиваться не нужно. Просто во всём должна быть золотая середина. Любая крайность, это всегда говорит о чём-то. Так сказать, для меня хорошая сейчас отмазка, да? Да не буду пораскачать. Не буду. Почему же? Ну, телом нужно заниматься. Я сейчас говорила не про это, я говорила, когда идёт особый акцент вот... Вот именно, да. Да, в соцсетях только тело и всё. Вот меня и там нет, как личности, а есть только тело. А вот бывает такое, правда, действительно, да. За фотографиями, за постами видишь только тело, а душа всегда хочет сказать, а где ты там настоящая? Да, а что там? Расскажи, что-то я себе ищу, да. Кроме того, я вижу твоё тело, а что ещё у тебя есть? За счёт тела очень хорошо компенсируют именно вот эти вот вещи. И, кстати, отмечено, что когда человек начинает заниматься телом, это ему помогает в том числе, потом всё-таки, достигая уверенности за счёт тела, двигаться дальше, ещё в каких-то там достижениях, каких-то успехов. Поэтому я не хочу сказать, что это... Ну, и рано или поздно самооценка-то уже, да, у тебя тоже трансформируется? Ну, хотя я видела по некоторым организациям, когда человек очень сильно акцентирован на теле, он так и остаётся акцентирован на теле, и ему не важно, как он выполняет свою работу, и не важно, как к нему относятся даже окружающие, имеется в виду, как профессионал, ему важно, что я красиво выгляжу. Всё. Ну, я видела таких людей. Ещё несколько типов, да, у нас, потому что программа уже подходит к завершению. Есть тип в погоне за идеальным телом, но мы сейчас про него поговорили... Мы говорили... Про сексуальность. А в погоне за идеальным телом это когда человек начинает фотографироваться в удачных ракурсах. То есть ищет. Вот здесь у меня нос с горбинкой, да? Поэтому я не буду фотографироваться с этой стороны. Я буду вот с этой. И человек всё время находится в одном и том же ракурсе. То есть все фотографии, они у него в одном и том же полуобороте, в одном и том же подтянутом виде. То есть человек стремится, вот как раз так стремится, хочет заняться своим телом, но никак не может. Это как, знаете, мне однажды сказали, вот хотите на фотографиях хорошо получаться? Я говорю, да, конечно, потому что приходится вот так по роду делиться, фотографироваться. А вы, говорит, с макушкой тянитесь к солнцу. Я сейчас прямо себя узнала в этом. Вот. Макушкой к солнцу. Да. А правда фотографии-то ведь получаются неплохие. Ну, если говорить про слабые стороны у этого человека, так как он пытается что-то скрыть, и вместо того, чтобы... Свою сутулось, например. Ну, например, пытается, вместо того, чтобы заниматься собой, пытается это просто, ну, показывать на фотографиях, да, это говорит, что человек не всегда пройдет с самим собой и с окружающим. То есть он может скрывать какую-то информацию, либо её ложно преподносить. Столько интересного мы сегодня о себе узнали. Да. Ещё есть, да? Ещё есть два типа. Это мастер-селфи. Мы про него говорили, да, когда все фотографии сделаны только в ракурсе селфи. Говорили также, что это чаще всего низкая самооценка, потому что селфи делает легче там лицо. То есть когда настраиваешь телефон, ты там можешь лопнуться так, ну, или там глазки сделать так, чтобы себе понравиться. То есть человек готов фотографироваться только тогда, когда сам себя видит. Или вот зеркало, да. Когда я сам себе нравлюсь. Да, вот я себе нравлюсь, я встал красиво, всё, я в зеркало там в туалете сфотографировался. Вот. И такие люди часто фотографируются, самооценка у них не совсем устойчивая, и у них есть склонность к астероидному типу, то есть демонстративный тип. А, что-то не получилось там, да? Нет, демонстративный тип, это когда на показ. Астероидный, это когда на показ. Чтобы всё, что я делаю, я хочу, чтобы вы все это видели. Я буду всё это делать. Мы говорили, что такой человек в работе годится только, если вы берёте его на какую-то должность видную, чтобы его все замечали, и он там был фактически в центре внимания. Лицо фирмы. Да, к примеру. Вот всё. У меня это получится. Вот эти должности, у них точно подходят. И тип «Я же мать». Тип «Я же мать» — это когда очень много информации про то, как должна мама воспитывать своих детей, очень много фотографий своих детей, очень много сказок для детей на странице выложено. Прямо себя узнаю. Но у меня так щедро всё это потом забирают. Я тут себя узнала в нескольких типах, которые щедро делятся. Забирайте, потому что иногда прям специально говорю, зайдите ко мне на страничку, у меня там есть терапевтические сказки. И послушайте там, с детьми там то-то-то сделаете. Ну вот и здесь как раз этот момент, что человек пытается убедить себя и окружающих, что он всё делает правильно. Что он такой, если он мама, то прямо вот замечательная мама. Если я кулинар, то я замечательный кулинар. И его страница, чаще вот такая, я же мать, где вот прям всё-всё про детей, это скорее не про то, как получить счастье от материнства, а скорее такое соревнование, кто же лучшая мама. Ух ты! Вот так вот. Да, и поэтому, если берёте такого человека к себе на работу, ну понятно, там уже говорили, что можно обратить внимание на страницу, что там, где всё-таки есть маленькие дети, человек склонен к конкуренции, к соревнованиям. А это не всегда плохо, правда? Это человек азарта. Это не всегда плохо. Если человек, вот не нужен сотрудник, который азартный, вам нужен спокойный, он не подойдёт. А если нужен азартный, который говорит, да мы всё справимся, у нас всё получится, вот смело можете брать такого человека. Отлично. Ну и прямо несколько слов по поводу того, а если есть ещё такие люди, которые вообще не пользуются социальными сетями, не заводят никакие странички, это про что? Вы думаете, они слушают наше радио? Но тем не менее, ведь есть такие. Есть, которым просто это неинтересно, которые живут своей жизнью, и таких, кстати, людей немало, у них бывают очень богатые, насыщенные жизни, у них очень много друзей, и они любят реальную жизнь, и они против виртуальной жизни. Отлично. Спасибо большое. Сегодня гостей в студии была Елена Шарова, психотерапевт, бизнес-тренер, и мы говорили о том, если смотришь на странички в социальных сетях, то что можно узнать об этом самом человеке. С вами была практикующая психолог Надежда Бушмелева и программа «Практическая психология». Всем добра и счастья. До свидания. Практическая психология. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.